Глава четвертая Всю ночь отряд пробирался по тропе, стараясь держаться в тени деревьев, и выходил на открытые поля только в случае крайней необходимости. Под утро они остановились в лощине, непроходимая чаще которой была надежным укрытием. Прежде чем заснуть на своей подстилке и сучьев, О'Брайан сказал, «Если я не ошибаюсь, мы все время движемся на северо-восток. Как ты думаешь, может быть, они хотят пересечь границу России?» Тухокс кивнул, он думал точно так же. «Эти люди не русские и не румыны», — задумчиво сказал О'Брайан. «Чикаго, где я вырос, в нашем квартале жило много русских, поляков и румын, но они говорили не так, как эти парни. Ради всего святого, что же это за люди?» «Они говорят на каком-то подозрительном диалекте», — сказал Тухокс и замолчал. «Он решил, что сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы рассказать О'Брайану о своих фантастических догадках. А они были настолько фантастичны, что могли выбить из колеи любого. Кроме того, это были только догадки». «Ты знаешь, что мне показалось самым странным?» — продолжил О'Брайан. «Мы нигде не видели ни одной лошади. У этих крестьян их не было или уже нет. Ни немцы ли их реквизировали? Я тоже думаю об этом. Нимкин наших разведчиков показывает, что в Румынии много лошадей. Кто-то, наверное, их отобрал». Тухокс вздохнул. «Теперь давай спать. Нам предстоит долгая и трудная ночь». Это был долгий и трудный день. Комары, заедавшие ночью, не оставляли их в покое и при солнечном свете. Люди зарывались глубоко в сухую листву, но это мало помогало. Хоботки насекомых по-прежнему протыкали одежду. Теперь Тухокс понял, почему к спутнике в такую жару носили тяжелую одежду. Жару-то еще можно было вынести, а укусы комаров могли свести с ума кого угодно. Даже в тени Тухокс спал плохо. Около полудня, когда солнце высоко поднялось над непроходимой чащей, жара стала невыносимой, и шорохи ворочающихся во сне людей все время будили его. Открыв в очередной раз глаза, он увидел над собой худое лицо Дзикозеса. Тухокс усмехнулся и перевернулся на бок. Он был беспомощен. Эти люди при желании в любое мгновение могут обезоружить или убить его. Но Дзикозес, по-видимому, не считал Тухокса врагом. Все казалось неизвестным и ошеломляющим. Когда опустились сумерки, они поели вяленого мяса с черным хлебом и запили водой из ближайшего ручья. Потом мужчины повернулись лицами на восток, вытащили из своих заплечных мешков нитки жемчуга, искусно вырезанные статуэтки и начали странную молитву. Надев жемчужные нитки на шее и перебирая их пальцами левой руки как четки, они подняли зажатые в правых руках статуэтки высоко над головами, что-то монотонно при этом напевая. Тухокса поразил идол, которого поднял верх стоящий возле него человек, голова мамонта с поднятым хоботом, с загнутыми вверх бивнями и красными глазами. Светловолосая девушка опустилась на колени и молилась на вотнутое в небо маленькое серебряное деревце с повешенным на него человеком. Все это выглядело фантастично, нелепо и не поддавалось никаким объяснениям. У Брайан, как ирландец, был строгим католиком. Он ругался, крестился, бормотал «Отче наш!» Чуть успокоившись, бортовой стрелок Гайалатый повернулся к Тухоксу и прошептал «Что это за язычники?» «Мне самому хотелось бы знать», — ответил Тухокс. «Их религия не похожа на нашу, но если они приведут нас в какую-нибудь нейтральную страну или хотя бы в Россию, я буду доволен». Молитва продолжалась минуты три. Потом нитки с жемчугом и идола были упакованы обратно, и отряд снова двинулся в путь. После полуночи сделали первый привал. Двое подошли в ближайшую деревню и через полчаса вернулись с вяленым мясом, черным хлебом и шестью бутылками красного вина. Провиант был разделен между всеми, а бутылки во время еды пустили по кругу. И уже до самого рассвета отряд шел без остановок. Как только рассвело, они нашли убежище и устроились на отдых. Издалека стал доноситься грохот тяжелых орудий. Тухокс проснулся во второй половине дня. У Брайан тормошил его, показывая на залитые светом вершины деревьев. В небе висело серебристое тело сигарообразной формы. «Это похоже на цепелин», — сказал Брайан. «Никогда бы не подумал, что немцы все еще их используют». «Они этого и не делают», — сказал Тухокс. «Ты думаешь, русские?» «Может быть. У них очень много устаревшей техники». Он не верил в то, что этот воздушный корабль был немецким или русским, но пока не хотел беспокоить о Брайана, тем более, что еще сам не знал, в чем дело. Он встал, зевнул, потянулся, подчеркивая полное ко всему безразличие, которого на самом деле не испытывал. Остальные тоже зашевелились, только девушка все еще крепко спала. За это время Тухокс узнал, что ее зовут Ильмика Хускарля. Но поспать дальше Ильмике не удалось. Дзикозис разбудил ее, и через полчаса группа снова двинулась в путь, не ожидая наступления темноты. По-видимому, Дзикозис решил, что они уже дошли до свободной от врагов территории. Крестьянские дворы встречались реже, лес стал совсем непроходимым. Через несколько дней такого перехода отряд перевалил через покрытые лесом холмы и углубился в горы. Самые высокие вершины были покрыты снегами. Тухокс посмотрел на свою карту и пришел к заключению, что, скорее всего, это Карпаты. Запасы вяленого мяса и черного хлеба закончились. Они пробирались по крутым склонам, по непроходимым звериным тропам и питались исключительно ягодами. Как-то, пока все спали, Кания, взяв лук и стрелы, пошел на охоту в горный лес. На этой высоте было гораздо холоднее, чем на равнине, и ночь была такой холодной, что Брайану и Тухоксу пришлось соорудить себе толстое ложе из еловых ветвей, чтобы не замерзнуть в своих тонких мундирах. Через несколько часов Кания вернулся назад, шатаясь под тяжестью туши дикого кабана. Он радостно принял поздравления и сел отдыхать, пока остальные свежевали тушу. Тухокс старался быть как можно полезней. Он понял, что Дзико засчитает эту местность достаточно безопасной, чтобы идти по ней днем, но боится привлекать внимание с шумом выстрелов. А может, они взяли с собой луки и стрелы только из соображений безопасности? С другой стороны, разнообразие оружия этих людей говорило просто о том, что они умели с этим оружием обращаться, и что все оно попало к ним из разных источников. Так, вероятно, два ружья и револьвер с магазином были взяты у убитых врагов. Разделанного кабана скоро начали поджаривать на нескольких небольших кострах. Тухокс ел жадно. Мясо было жестким, сочным и не совсем прожаренным, но великолепным на вкус. У Брайан, кажется, считал так же. Он не привык к таким долгим и трудным пешим маршам на голодный животок, и за последние дни очень устал и выдохся. Насытившись, он похлопал себя по животу, рыгнул и сказал, — Люди, я чувствую себя великолепно. Если бы я теперь еще с недельку поспал, то стал бы совершенно новым человеком. Но это желание было невыполнимым. Через три дня отряд все еще брел по горам, двигаясь по тропе параллельно высокой цепи гор со снежными вершинами. А на четвертый день после пира все-таки пришлось применить огнестрельное оружие. Они уже спускались в долину, местность была совершенно дикой, неприходимый кустарник, заросли тростника, болотистые лужайки и маленькие грязевые озерца. Дикие серые гуси и дикие птицы обитали в этих болотах. Однажды дорога перебежала лисица, повстречался и огромный бурый медведь. Он стоял на краю быстрого горного ручья, повернул свою длинную морну в их сторону и принюхивался. Потом повернулся и быстро исчез в лесной чаще. Отряд добрался до дна долины и двигался по твердой почве. Слева на них был край горного леса, а справа болотистые лужайки. Вдруг позади послышался низкий трубный рев. Обернувшись, они увидели огромного быка, приближающегося к ним, с высокоподнятой головой и налитыми кровью глазами. Убрайен непроизвольно отступил в сторону. О боже, что за чудовище! Бык был не менее двух метров высоты с блестящей серо-черной шерстью, мощными тяжелыми рогами, остро точными, как кинжалы. «Первобытный бык!» – воскрикнул Тухокс. Пальцы его правой руки сжали пистолет, словно он был единственной реальной вещью в этом невероятном мире. Его испугали не столько размеры животного. У людей, идущих рядом, достаточно оружия, чтобы убить такую громадину. Сколько ощущения, что он попал в доисторические времена, когда человечество только начало зарождаться. «Первобытный бык», предупреждающий, заревел и остановился, кинув вверх свою мощную голову. Его черные глаза блестели в свете солнца, но было непонятно, что выражал этот взгляд – желание напасть или просто любопытство. Пятидесяти метрах позади него показались пробирающиеся через кустарник коровы, которые нисколько не озаботились поведением своего господина и общипывали зеленую листву. Бык, напротив, вел себя вызывающе и, казалось, не на шутку настроился защищать свою территорию от непрошенных гостей. Дзикозус что-то сказал своим людям, потом вышел вперед и пронзительно крикнул. Бык не двигался. Дзикозус крикнул снова. Бык повернулся и побежал прочь. Тухокс облегченно вздохнул. Внезапно, словно что-то почуяв, Бык развернулся и вскинул свою огромную голову. Потом опустил голову, взрыл копытами землю так, что трава и комни земли отлетели в сторону на несколько метров. Снова глухой рев, хвост быка поднялся как штандарт и громадина бешеным галопом устремилась вперед. Земля задрожала под ударами копыт. Дзикозус что-то прокричал, и его люди бросились с разной стороны окружая быка. Только два американца все еще оставались на месте. Тухокс увидел, что девушка вытащила револьвер и спряталась за ствол дерева. «Бежим!» Закричаясь, произнесся Брайан. «Я направо, ты налево!» Они побежали. Зверь круто повернул и стал преследовать Тухокса. Тут загремели выстрелы. Кания выпустил стрелу. Стрела вонзилась в быка где-то позади лопатки, но это не остановило чудовище. Даже не замедлило его скорости. Девушка тоже стреляла, но мелкокалиберные пули не могли остановить такую громадину. Вторая стрела попала быку в правую переднюю ногу. Он упал и несколько метров проскользил по траве, а затем замер в метрах пяти от Тухокса. Тухокс взглянул на массивную голову, заглянув в большие черные глаза. Длинные ресницы напомнили ему девушку, с которой он познакомился в Сиракузах. Позднее Роджер удивлялся, что в такой критической ситуации ему в голову пришла подобная мысль. Он подошел к зверю поближе и выстрелил ему в глаз. Одновременно в тело быка вонзился рой пуль. Бык вздрогнул, но все же попытался встать. И встал, с трудом, но встал, ревя от боли и ярости. Кто-то выстрелил еще раз. Рев оборвался, и зверь ухнул на землю. Он откатился в сторону. Еще раз поднял голову, издал слабое мычание и затих. Только теперь Тухокса охватила дрожь. Его чуть не вырвало, но он быстро пришел в себя. Дзикозес вытащил длинный нож и перерезал мертвому животному горло. Потом выпрямился. Вытер окровавленный нож, и казалось, что в это мгновение он забыл и о быке, и о столпившихся вокруг него людях. Приказав всем молчать, он прислушивался и внимательно осматривал долину, и склоны гор обеспокоены тем, что выстрелы могли привлечь ее от обнимания. А вот чье, Тухокс не знал. Он хотел бы оспросить Дзикозеса, кого нужно опасаться в этой заброшенной местности, но потом передумал. Излишнее любопытство могло вызвать только подозрение. Да, из ответа он вряд ли что поймет. Тушу освежевали и вырезали огромные куски мяса из бедер и задней части. Канья хотел достать сердце, но Дзикозес запретил. Они некоторое время жесточенно спорили, потом Канья угрюмо сдался. Тухокс понял, что сердце нужно было Канья не для еды. Похоже, Канья предлагал съесть всем по кусочку сердца, чтобы приобрести частицу силы и храбрости быка. А Дзикозес был против этого культового обряда. Он хотел покинуть долину как можно быстрее. Нагруженные мясом, они двинулись дальше. Дзикозес приказал передвигаться волчьей рысью. Сотню шагов бегом, сотню с нормальной скоростью пешехода. Так они продвигались гораздо быстрее обычного, но давалось это дорогой ценой. И когда отряд достиг другой стороны долины, все были изнурены и истекали потом. Впереди предстоял подъем по крутому лесистому склону. Но Дзикозес был неумолим и не дал ни минуты на отдых. Он повел отряд дальше вверх, по петляющей тропке, почти незаметной в зарослях высокой травы. Они не успели пройти и сотни метров, когда раздались выстрелы. Канья, вскрикнув, упал, покатился вниз по склону и, наконец, застрял в густом кустарнике. Остальные тут же бросились на землю. Тухокс осторожно огляделся, но никого не заметил. Снова прозвучал выстрел. И Тухокс услышал, как пуля ударилась в ветку над его головой. Посмотрев ту сторону, откуда раздался выстрел, он заметил за стволом дуба человека. Но стрелять в ответ не имело смысла, потому что стрелок снова исчез в своем укрытии. Да и меткости стрельбы из пистолета на расстоянии 50-60 метров Тухокс гарантировать не мог. Лучше уж приберечь патроны. Дзикозос что-то крикнул и начал карабкаться вверх, чтобы укрыться в чаще деревьев. Все последовали его примеру. Противник, по-видимому, пока опасался выйти из своего укрытия. Но снова открыл огонь. Тухокс и Дзикозос почти одновременно оказались в кустарнике под старыми дубами. Они затаились, вжидая, и осторожно осматривали склон вверху. Но было тихо, и когда Дзикозос выпрямился, в него никто не выстрелил. Тухокс указал на толстую ветвь над ними. Дзикозос улыбнулся и начал сбираться на дерево. Добравшись до нижней ветви, он забрал свое оружие и полез выше. Тухокс ждал внизу, пока Дзикозос не найдет удобное место. К минуту все было тихо. Потом Дзикозос выстрелил, и мужчина, прятавшийся за дубом, упал. Тут же раздался еще выстрел и слился с криком другого человека, которого Тухокс не видел. Третий противник показался из-за кустов и побежал к раненому. И в этот момент открыл огонь скепаски, один из товарищей Дзикозоса. Бегущий человек споткнулся и упал. После этого все стихло. Слева вдали Тухокс увидел еще две фигуры, перебегающие от дерева к дереву. Казалось, они искали подходящее укрытие, чтобы посовещаться. Друг за другом все члены отряда достигли Дубравы, не делая больше ни одного выстрела. Со своей ветви Дзикозос хорошо видел все поле боя. Он приказал своим людям напасть с двух сторон на место сбора врагов. И отряд стрелков, среди них была и Эльмика Хускарля, развернувшись в цепь, устремился вперед, параллельно склону. Дзикозос оставался на своей ветви и изредка стрелял, не давая врагам возможности поднять головой. Тухокс присоединился к скепаске. Только О'Брайан, единственный безоружный член группы, остался на месте. Эльмика некоторое время была между скепаске и Тухоксом, но потом Тухокс потерял ее из виду. Со стороны противника раздались выстрелы. Вероятно, враги тоже пошли в наступление. Какой нелепой будет его смерть, подумал Роджер, если его убьют в этой маленькой перестрелке на краю чужого мира. Его, так и не узнавшего, за и против кого он сражается. И зачем. Слева от него раздались три выстрела. Вкрикнула девушка. Скепаске и Тухокс начали пробираться в ту сторону. Они двигались осторожно, используя каждое прикрытие и поминутно останавливаясь, чтобы проверить местность впереди. Буквально через несколько метров они наткнулись на труп. Человек лежал на спине, устаившись потухшими глазами на вершины деревьев. Его голова была повязана красным платком, в правом ухе висело большое серебряное кольцо, а под курткой виднелась белая рубашка, которая теперь была пропитана кровью. Из-за красного пояса торчали узкий кинжал и древний однозарядный пистолет. Черные шаровары были прошиты блестящими кожаными лентами с декоративными кнопками по сторонам. Кожа мертвеца была желтоватой-коричневой, и Тухокс подумал, что убитый похож на цыгана. Вокруг не было никаких следов борьбы, но, похоже, девушку взяли в плен. Ски-паски с Тухоксом разделились и продолжили поиски. Что-то светлое, какое-то движение между деревьями привлекло внимание Тухокса. Он пошел в ту сторону и скоро увидел Ильмику Хускарли со связанными руками и мужчину, который толкал ее перед собой, а сзади, прикрывая их, шел второй. Тухокс подождал, пока их спины исчезнут из виду, потом сделал знак Ски-паски и побежал вперед. Вскоре они догнали их у спускающегося в долину желоба. Девушка плакала и сопротивлялась, но охранники грубыми пинками и толчками заставляли ее идти. Ски-паски вскинул ружье и выстрелил. Один из охранников метнулся кустом, второй замешкался, споткнулся и выронил ружье. Пока он поднимался, Тухокс поймал его на мушку и метким выстрелом уложил обратно. Теперь уже навсегда. Потом он быстро спрятался за дерево и вовремя. Оставшийся в живых охранник начал стрелять. Ски-паски выстрелил и что-то крикнул Тухоксу, но тот ничего не понял, да и не пытался понять. Противник затаился. Тухокс выстрелил еще раз и покинул свое убежище. Он старался не шуметь, но земля была усеяна сухими веточками, и они предательски трещали под ногами. Из-за дерева показалась повязанная черным платком голова. Потом ее сменило длинноствольное ружье. Тухокс тут же бросился на землю и услышал, как над ним просвистела пуля. Противник занимал невыгодную позицию. Он не мог надолго высовывать голову из закрытия и стрелял почти не целясь. Конец наступил быстро. Жак не мог держать на прицеле сразу двоих и стрелял по очереди, то в одного, то в другого. Из-за кипаски с Тухоксом, пользуясь этим, перебежками приближались к нему. Наконец, противник упал. Две пули почти одновременно попали ему в грудь и висок. Девушка рыдала и билась в истерике, пока Тухокс развязывала ее. Наконец, она успокоилась, и они вернулись назад. Весь отряд был в сборе. Из нападавших в живых осталось только двое. Да и те были ранены. Дзикозас тут же начал допрос. Пленники сидели на земле. Один из них с искаженным от мучительной боли лицом держался за простреленное плечо. Дзикозас задал ему несколько вопросов, но тот вместо ответа плюнул ему в лицо. Тогда Дзикозас приставил дува ружья к виску пленника и повторил вопросы. Мужчина снова плюнул, раздался выстрел и несчастный рухнул на землю. Со вторым Дзикозас не стал даже разговаривать. Пленника связали и повесили на дереве вниз головой. А отряд отправился дальше. Громкие крики повешенного сопровождали весь их путь до вершины и затихли только тогда, когда отряд перевалил на другую сторону горы. Теперь они находились слишком далеко. Все это время О'Брайан и Тухокс шли молча, подавленные случившимся. Оба были очень бледны. Наконец О'Брайан не выдержал. О боже, святая богоматерь! Эти парни не знают никакой пощады! Они жестоки, как дикари! Тухокс посмотрел на Эльмику Хускарля. Казалось, это отвратительное зрелище доставило ей удовольствие. Его передернуло. Скорее всего, нападавшие, кто бы они там ни были, лучшие своей победы поступили бы точно так же. Но все равно этот акт возмездия был выше его понимания. С этого дня между Эльмикой и Тухоксом установились добрые отношения. Светловолосая девушка была благодарна Тухоксу за свое спасение, хотя и его заслуга в этом была не такой уж и большой. Она говорила с ним, когда представлялась возможность и старалась обучить своему языку. Светловолосая девушка может быть очень задействуются. Светловолосая девушка поддаляется. Он слегка идет отводить, field. Продолжение следует...